Добрый день! Расскажем о заметных событиях и темах к этому часу. С вами Артемий Заварзин. Первый понедельник апреля начался с хорошей новости. Архангельская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на реализацию программы переселения из аварийного фонда. Точный объем финансирования пока неизвестен, однако министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень заявил, что между 12 регионами, в числе которых и Поморья, будет поделено 4,6 миллиарда рублей. Напомним, программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, завершится 1 сентября 2017. Кроме того, в минувшую пятницу стало известно, что решение о расселении жильцов аварийных домов, которые признаны таковыми после 1 января 2012 года, может быть принято в мае на Госсовете под председательством Владимира Путина. Завершился Международный образовательный форум «Арктика. Сделано в России». 6 дней, 180 лучших представителей молодежи из 22 регионов России и 18 стран мира интенсивно работали. И все для того, чтобы выработать стратегию развития Арктики и найти свое место в ней. Работа на форуме командная. Юристы, экономисты, экологи, геологи, судостроители, проектные менеджеры коллективным разумом решали государственные задачи по развитию арктических регионов. Эта площадка, этот форум действительно очень полезен. Он направлен на объединение той самой талантливой молодежи, той самой научной прослойки, которая действительно сегодня важна как в целом стране, так и Арктике. 10 команд по 18 человек в каждой в течение недели работали над созданием модели развития одной из опорных зон российской Арктики на примере Архангельской области. Участники также готовили предложения по совершенствованию арктического законодательства страны. Я считаю, что это позволит нам проводить системную работу с молодежью на более высоком уровне. Мы получили здесь колоссальный опыт. Уверен, что каждый участник, который сюда приехал, каждый волонтер, он уезжает с большим багажом зданий. В последний день молодежного форума ребята презентовали свои проекты, где аккумулировали идеи и мысли, рожденные в ходе дискуссий. Я уже вижу точки соприкосновения, где Сингапур может сотрудничать с Россией. Например, загрузка судов, создание объектов инфраструктуры. В финальной панельной дискуссии принял участие губернатор Игорь Орлов, отметив, что освоение Арктики – это новый вызов России и всему миру, требующий прорывов в технологиях, экологии, энергетике, социальной сфере. И молодые ученые со всего мира сыграют здесь первостепенную роль. Я увидел, что кто бы что там не говорил про нашу молодежь, она просто прекрасна. Она готова к таким прорывам за шесть дней так погрузиться. Я увидел, что у меня есть партнеры среди молодежи, которые способны помогать нам решать любые задачи. Это самое главное. А старшие коллеги готовы помогать молодежи. Так партнер форума Национальный парк «Русская Арктика» пригласит пять участников на стажировку. Очередной трудовой сезон в Арктике начнется в июне. В самое ближайшее время с ребятами, прошедшими отбор, свяжутся и предложат поработать в арктических широтах. Но не вся талантливая молодежь разъехалась после окончания молодежного форума. Нас еще осталось много в Архангельске. Вот, например, в воскресенье в культурном центре Северного округа прошел городской фестиваль «Конкурс молодых дизайнеров и модельеров модной Архангельска». Вечерние платья, уютные пижамы, спортивный шик, этнические наряды и даже плащи из дорожных сумок – все это фантазии юных мастеров. 17 модельеров приняли участие в городском конкурсе «Модный Архангельск». Пока они модельеры лишь по призванию, но кто-то обязательно сделает свое хобби профессией, уверены организаторы. Это показывает 9-летний опыт проведения конкурса. Они шьют одежду разную для сцены, для повседневности, для торжеств, из нетрадиционных материалов. Это основные номинации, по которым проходит конкурс вот уже девятый раз. За тем, что происходило на конкурсе модельеров-дизайнеров, наблюдала моя коллега Екатерина Исакова. Сегодня она в студии. Катя, приветствую тебя. Ну, расскажи, пожалуйста, первые впечатления. Что больше всего понравилось? Какие наряды? Я знаю, что их было множество. Что зацепило больше всего? Да, нарядов было очень много, но особенно выделяют и зрители, и жюри. Это были плащи из дорожных сумок детского театра моды Ольги Стахеевой. Такие маленькие девочки показывали плащи. И это действительно необычно, когда из таких дорожных клетчатых сумок делают такую одежду. Ну, я понимаю, что принцип конкурса не обязательно, что дорого-богато, да? То есть из обычных материалов, да, буквально там из нескольких каких-то из тех же сумок можно слепить что-то вот прям вот такое. Ну да, конечно, там были и необычные такие плащи, но были, например, обычные очень милые домашние пижамы и с хлопкой. И это тоже смотрелось весьма интересно и красиво. То есть того, что увидела, вот прикинула, может быть, примерно, ой, вот это вот я бы, наверное, вот одела бы куда-нибудь на выход. Да, мне очень понравилось одно вечернее платье студентки третьего курса Алины. Оно действительно было похоже на платье, как у известных дизайнеров. Очень красивое вечернее платье. Ну и расскажи, пожалуйста, о чем будешь рассказывать в сюжете, который мы вот увидим в ближайшем выпуске сейчас в регионе. В сюжете мы покажем, в принципе, все платья, которые были там представлены. И не только платья, а костюмы классические, жилетки и очень много всего интересного вы увидите. Я вам обещаю, что будет интересно. Да. Не смею тебя больше задерживать. Пожалуйста, готовь материал к эфиру. Все его ждем в 16 часов на канале ПС программе сейчас в регионе. Ну а мы продолжим наш эфир. И из Архангельска с фэшн-площадки в Ленский район, поселок газовиков Урдома. После выхода на телеканале «Мир» сюжета об урдомской школе, в которой якобы преподают уроки секса, а оценки ставят не в числах, а в буквах, учебное заведение одолели проверяющие. Правда, нарушения не выявили, а директор школы теперь намерен идти в суд за компенсацию ущерба деловой репутации. В чем суть проблемы, выяснили наши коллеги из Котласа, Лариса Иванова и Александр Фомин. Средняя школа в Урдоме открылась меньше года назад и уже оказалась в центре крупного скандала. Ославила учреждение одна из родительниц. Она утверждает, что здесь преподаются уроки секса и внедряется американская система оценивания учеников. Будем разбираться. В свои 11 Верика знает, что такое секс. Это ей старшеклассники рассказали. В школе для них ввели дополнительный час, полезные навыки. Теперь на переменах тема любви самая популярная. Как зарождается беременность внутри женщины, что будет, если те предложат заняться половым актом и остальное. Это только часть скандального сюжета. Его автор Маргарита Гырылова в урдомской школе никогда не была. Материал был написан дистанционно и, видимо, по заказу уверены родители учеников. По их словам, там нет ни слова правды. Дети возмущены. Детям обидно за школу. Детям обидно за директора. Директор на самом деле очень открыт для любого общения. То есть любой вопрос, который... Какое-то непонимание у родителей. Это в любое время можно позвонить. В любое время можно в школу прийти. Абсолютно не учитывалось мнение подавляющего большинства родителей, подавляющего большинства жителей. Потому что у нас поселок маленький, в принципе, все и так знают. Никакой речи о таких, скажем, сексуальных темах здесь, в принципе, быть не может. Это я знаю даже по поводу того, что у меня сын приходит и рассказывает, что дети даже возмущены. Тема любви с приходом весны может и витает в школьных коридорах, но не в ущерб занятиям. Образовательный курс для пятых-седьмых классов «Полезные навыки» действительно в программе есть. Но в рабочих тетрадях ни слова о сексе. Курс допущен к преподаванию Министерством образования Российской Федерации и является дополнением к учебникам по АБЖ. Цель занятий – рассказать о вреде ингалянтов и наркотиков. Этот курс ведется у нас по выбору родителя. У нас есть бумаги, где зафиксировано персональное согласие каждого родителя на преподавание этого курса. В том числе и той дамы, которая выступала по федеральному каналу, что она согласна на ведение этого курса, ее ребенку. У нас в школе внушают, что вот, допустим, пять – это плохая оценка. Она не засчитывается. Еще одна резонансная тема, связанная со школой в Урдаме. Новая система оценки знаний. Вместо привычных пятерок в дневниках детей уже несколько лет стоят буквы А, Б и С. Это веяние новых образовательных стандартов. И у Урдамской школе оно пришлось по душе. Одно из преимуществ – разнообразие критериев, по которым оцениваются знания ребенка. Меньше вопросов у детей возникает, а почему мне снижена оценка, оно видно, за что именно. Легче общаться в плане того объективности выставления оценки. За последнее время я не помню, чтобы подходили именно по объективности выставления отметки. Процесс перевода полученных на уроке баллов проценты, а далее в буквы компьютеризирован. По новой системе самая высокая оценка – буква А. Когда мы только перешли на эту систему оценивания, это было тяжело привыкнуть. То есть я не понимала, как ребенок учится. Потому что С, она есть хорошая, то есть как 3 считается, а есть С ближе к 4. То есть смотря сколько процентов. То есть если 70%, это уже ближе к 4. Это как бы было минус. А сейчас мне нравится, потому что можно подготовиться плотно к этой контрольной работе, допустим. У меня два ребенка было. Один учился по одной системе, второй учится по другой системе. А разницы в их подходе к учебе никакой нет. То есть это никак не влияет на мотивировку ребенка, если у него она есть. Цель и устремленность – планирование самооценка. Прежде всего, на развитие этих качеств направлен эксперимент. Педагоги считают, что он удался. С 2017 года средняя школа в Урдоме официально признана пилотной площадкой по внедрению новых образовательных стандартов. Мы будем отслеживать развитие событий в Урдомской школе. А пока к другим темам. Завершился биатлонный сезон. В Архангельске с заключительным аккордом стали первые соревнования на кубок главы города среди школьников. В эстафете приняли участие 30 команд из 11 городских школ, разделенные на три возрастные группы. Старт гонки дал глава города Игорь Годзиш. Каждому участнику предстояло пробежать круг длиной в полкилометра. А за каждый промах на стрельбище к этому расстоянию добавлялись еще 50 метров в качестве штрафа. Погода была явно не на стороне спортсменов. В конечном итоге со всеми испытаниями в младшей и старшей возрастных группах лучше других справились ученики Архангельской школы номер 55. А в средней группе первыми к финишу пришли спортсмены из 77-й школы. Мне очень понравилось. С командой мы оперативно сработали. Конечно, переживали вначале, думали, что ничего не получится, может быть, там что-то подведет. Трасса, например, будет какая-то не очень. Но трасса оказалась легкой, оставалось только правильно попасть. Мы продолжаем следить за развитием событий. В 16 часов увидимся вновь в программе «Сейчас в регионе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова